Всем привет, ребята, вы на канале LK6. С момента выхода прорыва осады прошло уже некоторое время и можно сделать кое-какие выводы и кое-что о нем рассказать. В данном видео поговорим о том, где брать элементы для прокачки нашего снаряжения, а также несколько нюансов и советов, связанные с этим делом, ну а также о самом прохождении, про героев, какие связки лучше брать, некоторые советы, хитрости, которые вы можете использовать для того, чтобы пройти, если не все, то большую часть разделов в данном нововведении. Как вы могли заметить, на экране появились тайм-коды, если обсуждаемая тема вам неинтересна, вы можете пролистать в следующем. Ну, перед началом, ребят, посвятите несколько секунд, пожалуйста, если вы не подписаны, подпишитесь на канал, для вас это мусор, а для меня это очень много чего значить. Данное занятие является для меня хобби, создание видосов, я не получаю с него никакой коммерческой выгоды, поэтому если контент для вас был интересен, полезен и так далее, подпишитесь, пожалуйста, для меня это будет большая поддержка, я буду вам очень сильно признателен. Ну и давайте начинать. Помимо того, что Прорыва Сада является сам по себе довольно очень интересным интерактивом, и это прям первый раз за все существование канала, что я могу сказать, то разработчики выпустили что-то очень гуд. Так вот, помимо этого интерактива, в отличие от какого-нибудь покорителя подземелья, тетрис и прочих разных дополнительных событий, то есть у нас в игре, Прорыв Асады будет очень значительно вплетен в наш геймплей, благодаря снаряжению из Прорыва. Игра называет это инструменты для развития. Данные инструменты по качеству и по их характеристикам подчиняются той же логике, что и вся игра, и у нас есть белые, зеленые, синие и так далее. Так вот, основной приток данного снаряжения мы поначалу будем получать с помощью ключей за прохождение этапов. А если конкретно, пройдя все этапы, мы получим 57 ключей плюс-минус 1, что даже самому невезучему станет неплохим стартом для того, чтобы укомплектоваться. Когда мы воспользуемся всеми ключами, единственный приток, откуда мы будем получать снаряжение, со временем собирая награду за обследование. В течение 12 часов набираются два снаряжения белого качества, что очень медленно. Поэтому я надеюсь, что помимо недавно введенных ключей за донат, разрабы ведут еще какую-нибудь функцию, от которой можно будет получать снаряжение, ибо медленно очень. Поскольку у нас есть уровень у каждого снаряжения. И допустим, снаряжение синего качества у него максимальный уровень 35. Снаряжение фиолетового без повышения, без ничего будет где-то 50, если не ошибаюсь, или 60. То есть не надо быть математиком, чтобы посчитать, что через несколько недель лимитный уровень достигнет максимума, и просто свитки будут валяться, и невозможно будет ничего повышать. Лимит уровня будет открываться с повышением снаряжения, когда вам удастся собрать два идентичных из каждого свота по качеству снаряжения, вы сможете его соединить, и тем самым, когда вы будете делать это на фиолетовом уровне, будет также открываться лимит уровней еще на 10 уровней. Расклад изменится на фиолетовых, там затребуется абсолютно другое количество снаряжения, чтобы повысить его уровень, начиная с 1, затем 2, и так далее, и тому подобное. И дальше я уже не имею информацию, как прокачивается. Если данная информация обладаете, вы поделитесь в комментариях, будет очень интересно почитать. Но тем не менее, чем дальше, тем больше будет затребовать. Потому снаряжение нужно будет очень много собирать, начиная с белых, и заканчивая остальными цветами, если вам повезет в момент, когда вы открываете сундук за ключи. Конечно, события новые могут быть доработки, и что-то добавится. В дальнейшем, лично я надеюсь, что баланс разработчики решили не провести, как обычно, через донат. Купи, и будет тебе баланс. Тогда это будет печально. И также здесь баланс, но только в другую сторону, это то, что игра выдает слишком много набора деталей в качестве награды за обследование. Первым делом, когда я увидел, что элементы собираются больше, чем выше уровень, который вы занимаете. Я подумал, что это, в принципе, основной совет, что, типа, проходите как можно быстрее, чтобы набирать как можно больше, но их выдаются просто дофига. Вот до того, что, по прогнозам, даже самым крутым донатерам, которые все скупят сразу, им нужны будут эти элементы для прокачки, им будет через чего много. Ну, ладно, не суть. И свитки мы тоже получаем, проходя различные этапы, но основной приток будет сохраняться от обследования. Обследование набирает нам все перечисленные элементы в течение 11 часов. После 12 часов он останавливается и ждет, пока вы собираете, поэтому посещайте и собирайте там как можно чаще. Также я очень рекомендую использовать ежедневное быстрое обследование все три раза за 200 зон, хотя бы ради одного дополнительного снаряжения. Ну, а теперь оставим ненадолго занудство и поговорим о прохождении. Итак, любой игрок, играющий хотя бы полгода и плюс, активно собирающий бесплатных героев раз 24 плюс часов, в теории не должен иметь какой-то особой сложности пройти хотя бы до этапа 12. Поскольку, если даже золотых прокаченных героев у него нет, у него есть фиолетовый. И сразу игра дамет нам мягко веро намет на то, какой герой фаворит в данном событии, и это Уэслик Арестана. Но до разбора героев надо сразу же огласить первое правило, которое необходимо исполнить игроку, который уже столкнулся с трудностями в прохождении. В самом прохождении все очень сильно зависит от уровня навыков ваших героев и то, как быстро вы смогли их приобрести. Поэтому в уровне, у которого у вас есть сложности, если вы получили второй уровень, у вас выпадают только зеленые повышения навыка, выключаете уровень и включаете его заново. И ждите синего или лучше даже фиолетового повышения навыка. Поэтому если с микроконтролем у вас не очень хорошо и вы не можете сильно сокращать время, проходя через опасные места, но прийти все равно хочется, можете спамить попытками. Есть вероятность, что до финальной стадии развития навыка уже доберетесь на третьем уровне. Финальная пятая очень сильно его меняет и делает из него своего рода ультимативную способность. И возвращаясь к самим героям, почему именно Уэсли, да потому что именно его навык как раз и играет ключевую роль в том, чтобы начать как можно быстрее. Помимо стреляющих бойцов, которых вы получаете подначало вместе с героем, вы также, используя Уэсли, вы получаете еще отдельных три снаряда, которые летят именно в то направление, которое вам нужно, довольно с высокой скоростью. И это позволит вам очень быстро набрать уровень. Затем с каждым повышением уровня он увеличивает количество снарядов и их дальность, что тоже будет ускорять вам процесс, а его ультимативная способность уже будет стрелять во все направления и наносить очень сильный урон врагам вокруг, тем самым убивая их и обезопасивая вас частично по периметру. Если дополнительно к этому вы прокачаете свой микроконтрол и сможете проходить сквозь толпу, получая минимальный ущерб, вы будете заканчивать уровень намного быстрее, благодаря тому, что он стреляет во все стороны. А дальше уже по обстоятельствам. Из всех фиолетовых героев можно очень хорошо выделить Соню и Барнаби. Соня пускает ножи, которые будут вокруг вас крутиться, и они очень будут хорошо совмещаться с ультимативной способностью Уэсли. А Барнаби будет отправлять энергетические снаряды, которые будут летать по полю боя, врезаясь рандомно в цели, будет очень сильно сокращать вам необходимость бегать и уничтожать противника по всей карте. Если у вас гонатные герои, если вы хотите использовать, вы можете использовать абсолютно идентичными навыками обладать Бегги и Луна. И отчасти конверт. Есть еще различные связки, которые можно использовать. В частности, можно использовать Феба, если вы хотите сократить. Допустим, вы проходите очень быстро, и вам уже надоело, вы просто хотите сократить и пройти как можно быстрее. Феба будет очень хорошей. И все герои, которые наносят массивный урон по площади вокруг себя. На простых уровнях проходится прямо супер быстро. Ну, основные сложности вы, конечно же, испытаете в уровнях с лимитированным временем. Поэтому, перевопатив до хрена сборок, можно выявить для себя эту как более совершенную. Также есть персы, которые у них идентичная абсолютно способность. Допустим, и Луна, и Дарий. Но, если все-таки вы нашли для себя какую-то связку намного эффективнее и вам удается проходить намного быстрее, то просто напишите в комментариях, я попробую, мне будет это даже интересно. После того, как мы определились с героями, следующее, что нужно сделать, это первые 10-12 секунд играть, в принципе, максимально быстро, как возможно. Для скорейшего приобретения максимально высокого уровня. Это означает, что когда выходят первые мобы, мы не бежим от них, и потом когда-нибудь собираем их неопытом. Мы проходим почти вплотную, вплоть до того, что они могут даже нам нанести урон. И да, попадание начальных мобов будет не так сильно критично, они наносят очень мало урона. Тем более, что подначало выходит большое количество сундуков с плодами, которые могут нас похилить. Вплотную мы подходим для того, чтобы кристальчик сразу прыгнул к нам и добавил нам опыта к уровню, и не пришлось за ним бегать. Как только вы видите, что вас уже начинают окружать, и вы не успеваете убивать, начинаете кружить вокруг, и то желательно проходить мимо и между, получая при этом урон, до того момента, как количество противников уже оказывается очень большое, и тогда кружите вокруг, и пытайтесь как можно скорее достать данный опыт. Итого, соблюдая все условия, перечисленные в данном видосе, прохождение для вас должно быть не сильно затруднительным. Тем более, что в видео демонстрированный герой далеко не максимальной прокачки, да, у них есть звезды, но тем не менее, ихний уровень довольно низкий. И небольшая демонстрация 50-го и 40-го, насколько в нем значительно изменена атака. Если вы все равно испытываете сложности и прокачаете до максимального уровня, соблюдая все вышеперечисленные условия и прокачав героев на высокий уровень, прохождение для вас будет хоть не без сложности, но вполне возможно. Я надеюсь, вам было интересно, ребят, и данное видео было для вас полезным. Я напоминаю о подписках и лайках, ребят, это очень хорошо помогает алгоритмам ютуба продвигать канал, чтобы больше людей смогли увидеть данный видос и остальные тоже. А все, что помогает алгоритмам, мне очень нравится и важно. Потому я буду очень признателен за вашу поддержку. Помимо всего прочего, это дает мне дополнительную мотивацию делать лучшее. Я пытаюсь выйти на новый уровень монтажа с большей точностью, с большими кадрами, чтобы картинка не была однозначной и сухой, и скучной. Избавиться от скачков в голосе и синхронизации звука с музыкой. И ваша поддержка этому очень способствует. Если у вас есть какие-то вопросы, или я был где-то некорректен, или можно что-то добавить в комментарии к вашим услугам. Если у вас есть какие-то предложения, вопросы, какие-то моменты непонятные, которые я бы мог разъяснить, пожалуйста, дайте мне об этом знать в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok